Продолжение следует... В последний раз представлял Хабаровский край на чемпионатах Дальнего Востока. В 2017 году получил серьезную травму, несовместимую с жизнью. Позвонили, друзья были проблемы в кафе. Подъехал, помочь поддержать их. После драки Михаил три месяца находился в коме. Когда очнулся, оказалось, что потерял способность связно говорить и как-либо двигаться. Год мужчине помогали врачи, но стало понятно, что организм в состоянии нормы скоро не вернется. Нужно устанавливать инвалидность. Это делают специалисты медико-социальной экспертизы. Оксана Хмелевская. Кандидат медицинских наук. 17 лет руководит реабилитационной экспертной службой Главного бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю. До этого 14 лет работала неврологом в первой краевой больнице. Создавала и курировала программу индивидуальной реабилитации инвалидов в Хабаровском крае. Сейчас координирует всех исполнителей программы. Человек наблюдается в лечебном учреждении. Лечащий врач определяет показания для медико-социальной экспертизы. Он ведет этого человека, он его лечит. И он, конечно, в итоге приходит к выводу, что у него стойкие изменения, не поддающиеся лечению, у него есть основания для установления инвалидности. В этом случае в лечебном учреждении берется согласие на направление на медико-социальную экспертизу. Оформляется направление, передает к нам. Медицинские учреждения сами отправляют направление в бюро медико-социальной экспертизы с полным описанием состояния больного. Пациент об этом беспокоиться не должен. Для некоторых видов экспертиз нужны еще несколько документов. Например, если человек получает инвалидность из-за травмы на рабочем месте, то нужен акт о несчастном случае. Но все дополнительные документы бюро тоже запрашивает самостоятельно. Для экспертов открыты специальные возможности портала Госуслуг. Через него они получают недостающие данные. СНИЛС в пенсионном фонде, паспорт в миграционной службе, акт о несчастном случае в Роспотребнадзоре. К Михаилу специалисты бюро медико-социальной экспертизы пришли домой. Это обычная практика в тех случаях, когда пациент лишен возможности передвигаться самостоятельно. Специалисты провели осмотр, проверили чувствительность тела, изучили историю болезни. И приступили к оформлению инвалидности. На то, какая группа будет установлена, влияет, насколько сильно поврежден организм. Эксперты разделяют четыре степени выраженности нарушений. Одна незначительная, которая не дает основания для инвалидности. И три, умеренно выраженная и значительно выраженная, они более весомые по степени тяжести. При умеренных нарушениях функций мы определяем третью группу, при выраженных нарушениях вторую группу, при значительно выраженных третью группу, первую группу. Специалисты бюро – это врачи с внушительным клиническим стажем. Обычно в экспертном составе есть врач-терапевт, невролог, хирург, психиатр. Медико-социальная экспертиза на территории края никому не подчиняется для того, чтобы она была независимой. Ведомство работает по федеральным документам и нормам, которые утверждаются правительством страны. Порядок установления инвалидности разработан на этом же уровне. В Хабаровском крае 17 бюро медико-социальной экспертизы. Разбор каждого случая занимает минимум два часа. По закону готовить вердикт бюро может 30 дней, но по факту выносит его за 14. Мы получили документы, мы осмотрели больного и мы выявили, что нам не хватает каких-то данных. Они не объективизированы, скажем, написано, что у человека имеется патология сердца, а ни на одного метода функционального обследования, УЗИ, холтеровское мониторирование. В документах не приложено. В этом случае мы составляем программу дополнительного обследования и ждем 30-дневный срок. Большинство экспертиз принормальных документах заканчивается день-день. Основная задача экспертов – правильно соотнести информацию, которую предоставили врачи, с действующим законодательством. Основные документы, на которые они опираются – это критерии классификации определения инвалидности и правила признания лица инвалидом от 2006 года. Информацию о тех, кому инвалидность установили, бюро самостоятельно отправляет в пенсионный фонд для назначения пенсии. Если человек не согласен с вердиктом бюро, он может его обжаловать. В системе медико-социальной экспертизы существует иерархия – первичное бюро, главное бюро и федеральное бюро. На обжаловании есть 30 дней. Но если это время по каким-либо причинам упущено, всегда можно обратиться в суд. Отмен много у нас. Отмены разные. Иногда они связаны с недооценкой в бюро каких-то моментов, в которых были отражены медицинских документов. Иногда они связаны с тем, что не было представлено каких-то сведений, мы их потом подозапрашиваем. А иногда, скажем, бюро вынесло решение заочно, а мы в экспертном составе его посмотрели. У нас совсем другое мнение о человеке. Те информация, которая была в медицинских документах, не полностью отражает то, что с ним происходит. И мы отменяем решение просто потому, что мы человека посмотрели очень. Основной мотив оформления инвалидности – это получение мер социальной поддержки. Наталья Толканова – заместитель начальника отдела социальной поддержки населения Кировского и Краснофлотского районов. В соцподдержке работает уже 15 лет. Через нее прошли десятки тысяч людей. Каждого она выслушала и помогла оформить подходящую льготу и получить необходимую помощь. Люди с ограничением по здоровью, вне зависящих от них причинам, оказываются в трудной жизненной ситуации. Социальная роль государства – помочь гражданину. Данный перечень льгот затрагивает важные аспекты жизни. То есть это здоровье, жилье, проезд, обучение. То есть находясь в трудной жизненной ситуации, материальная поддержка гражданина очень важна. Перечень льгот, которые предоставляет инвалидам Хабаровский край, достаточно обширен. Во-первых, это право бесплатно получить технические средства реабилитации. Коляски, вертикализаторы, любые спецсредства, которые помогают приспособиться к жизни и делают ее удобнее. Во-вторых, блок льгот, которые позволяют снизить затраты на ЖКХ. Это ежемесячная компенсация в размере 50%. Также компенсируется половина стоимости топлива и его доставка, если в доме печное отопление. Компенсация за взносы на капитальный ремонт для инвалидов первой и второй группы, а также семьям детей с инвалидностью. Если расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи, тоже предоставляется субсидия. Далее, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, имеют право на компенсацию за приобретение подъемников, стационарных и передвижных, а также на адаптацию собственного жилья. Можно расширить дверные проемы, убрать пороги, понизить розетки для удобства пользования. Человек заключает договор с фирмой, которая проведет им работы. Возможно, кстати, при заключении договора, возможно, авансирование. Размер компенсации определяется, исходя из понесенных расходов, но не превышает 50 тысяч рублей. Но опять же, при заключении договора, возможно, проведение авансирования. То есть, исходя из суммы расходов, мы можем компенсировать 50% в начале пути, но не более 25 тысяч. После завершения работ предоставляются необходимые документы и выплачивается остаток компенсации. Малоимущие инвалиды могут получить компенсацию за текущий ремонт жилья, но не более 50 тысяч рублей один раз в три года. Также инвалидам выплачивают половину страхового взноса ОСАГО. Еще малоимущие инвалиды с детьми и семьи с детьми-инвалидами получают повышенные пособия на детей. В 2021 году такая надбавка – 1400 рублей. В случае, если сумма материального обеспечения инвалида или семьи с детьми с инвалидностью меньше прожиточного минимума, недостающую сумму тоже доплачивают из краевого бюджета. Прожиточный минимум в 2021 году – 13 205 рублей. Если доход меньше, добавят из регионального бюджета. Еще одна льгота – компенсация за получение высшего или среднего профессионального образования на территории Хабаровского края. Целый блок льгот связан с транспортом. На автомобильном, водном, электрическом транспорте общего пользования, кроме такси, проезд можно оплатить по социальной транспортной карте или по карте МИР. Также можно получить компенсацию за проезд по социальным нуждам – медицинским, образовательным и юридическим, но только за передвижение внутри региона. А с 1 мая по 31 октября компенсируют и проезд до садово-огородных участков. Есть иные виды материальной помощи инвалидам в крае. Единовременная помощь тем, кто оказался в бедственном положении. Ее можно получить на приобретение лекарств – до 3 тысяч, в случае кражи имущества – до 5 тысяч и стихийного бедствия – до 10 тысяч. Также малоимущим инвалидам можно получить адресную материальную помощь – раз в год до 5 тысяч рублей. Существует такой вид помощи, как государственный социальный контракт. То есть это договор, который заключается между гражданином и Центром социальной поддержки на мероприятия, которые помогают выйти из трудной жизненной ситуации. Например, можно заключить договор на ведение личного подсобного хозяйства. То есть если инвалид, либо семья с ребенком инвалидов, проживает в частном доме, имеет какой-то участок, либо дачный участок, они могут завести домашних животных, реализуя продукцию, улучшить свое материальное состояние. Также можно заключить договор на поиск работы. То есть оказываем меры поддержки для прохождения медицинской комиссии, поиска работы. Ведь в этот период гражданин находится в трудной жизненной ситуации, и материальная помощь ему очень важна. Михаилу определили вторую группу инвалидности. Пенсия – 10 500 рублей. Два раза за счет государства он проходил лечение в санаториях, в Приморском сахарном ключе и местном кульдуре. Вместе со статусом инвалида человек получает индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Это примерно 10 страниц, которые рассказывают о том, как человеку приспособиться к жизни в статусе инвалида. Она содержит 4 блока – медицинская, социальная, профессиональная реабилитации и технические средства. Медицинская включает в себя санаторное лечение и протезирование, социальная, социокультурную и психологическую поддержку. Профессиональная определяет противопоказания и рекомендации по оснащению рабочего места. Четвертая группа – технические средства реабилитации. Это специальные средства ухода и приспособления, которые делают жизнь удобнее – слуховые аппараты, инвалидные коляски, вертикализаторы. Все контрагенты, которые реализуют программу реабилитации и абилитации – это, например, Министерство соцзащиты, Центры соцподдержки, Центр занятости – получают информацию от бюро. С 2021 года они должны сами связываться с человеком и рассказывать о возможностях, которые ему доступны. Кроме того, вся информация уходит в федеральный реестр инвалидов. Там у каждого есть свой личный кабинет. После установления инвалидности Михаил приступил к реабилитации. Год занимался с частным врачом. Однако друзья, не наблюдая улучшений, посоветовали мужчине обратиться в Краевой центр социальной реабилитации. Михаил решил попробовать. Пришел. У него взяли анализы, составили программу реабилитации. Ему тяжело в том плане, что у него нарушена циркуляция крови по ноге, у него отечность, болезненные ощущения. Меняется походка, соответственно, все это отражается потом на позвоночнике, на тазобедренных суставах. И вот мы этим массажем облегчаем ему состояние. Анна Козлова, директор Хабаровского краевого центра социальной реабилитации инвалидов. Руководит учреждением с момента создания. Центр открыт в 2006 году и является уникальным на Дальнем Востоке. В нем существует система комплексной реабилитации, которая направлена на полное или частичное восстановление медицинского, общественного и профессионального статуса инвалида. Граждане могут получить услуги бесплатно, при условии, что их доход в среднедушевой на одного члена семьи за последние 12 месяцев ниже полуторного размера прожиточного минимума в регионе. Если этот доход превышает размер, полуторный именно, размер величины, то граждане доплачивают. Но разница доплаты за курс не может превышать 50-процентной разницы между данной полуторной величиной и их доходом. Ну, например, чтобы было понятно, у нас сейчас доход в крае 18-600 с копеечками. Ну, возьмем даже 18 тысяч. А доход гражданина средний сложился на одного члена 20 тысяч рублей. То есть разница 18 и 20 тысяч – 2 тысячи рублей. Берем 50%, 1 тысяча рублей составит его оплата за весь курс реабилитации. Когда пациент обращается в центр, ему разрабатывают индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Для этого человеку необходимо пройти осмотр, который в среднем длится час. После он может записаться на курс сразу или пройти его в течение трех лет. Столько действует программа. Рефлексотерапия, галлотерапия, метод биологической обратной связи. Специалисты центра используют разные технологии, чтобы восстановить своих пациентов. Михаил учится заново управлять своим телом. На аппарате биологической обратной связи «Босс» он вроде участвует в игре. На самом деле контролирует изображение на мониторе с помощью переноса своего веса с одной ноги на другую. Мне поначалу было сложно. Уже я тогда не пошевелиться ничего. А сейчас уже садились, и все налегкие. Поначалу было сложно. Но это работало. Да, конечно. Это работа преподавателей, профессионалов. А я-то что? Моя задача маленькая. Делать, что было нужно, и проходи. В реабилитационном центре регулярно обновляется база оборудования. В конце прошлого года реконструировали соляную пещеру. Галлотерапия серьезно укрепляет иммунитет. А также в учреждение поступил экзоскелет, единственный в Хабаровском крае. В 2020 году мы приобрели роботизированный комплекс «Экзоскелет». Это наша разработка, нашего российского «Сколково». Сейчас внедряется в отделение адаптивной физической культуры в работу. Уже на ней наши пациенты проходят курсы реабилитации. То есть этот робот позволяет восстанавливать навыки ходьбы и проводить обучение. Напоминать, как нужно передвигать ногу нейроном, как двигаться в каком направлении. Эльвира Питкова. Траву получила в мае 2019-го. Девушка подскользнулась, и собственная машина проехала по ее шее. Эльвире полностью заменили пятый позвонок на титановый. Но мне врачи не давали никакого шанса на восстановление. Если выживаешь, то остаешься полным овощем. Но спустя 9 месяцев после травмы родители привезли ее в центр реабилитации на инвалидной коляске. Уже год девушка каждый день проводит на тренировках. И уже может ходить с тростью. Или без нее, но в экзоскелете. Я уже сталкивалась с этим, что многие есть, кто, да не может быть такого, да там нету. Надо вот съездить за границу, там, в Москву. Есть такие люди, которые ездили и в Москву, и за границу. Никакого эффекта лучше не бывает. Меры поддержки, пенсии, льготы, система реабилитации существуют, чтобы помочь восстановить либо состояние своего организма, либо свое положение в обществе. В следующих выпусках программы «Социальный ответ» мы дадим подробные инструкции по оформлению льгот, получению компенсаций и о том, какие технические средства реабилитации можно получить бесплатно. И как это сделать. Редактор субтитров А.Семкин